Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. История для будущего. Информационный фронт. В Самаре проходит масштабный историко-просветительский форум Российского военно-исторического общества. Работает сразу несколько площадок. Теплое одеяло и продукты долгого хранения. Волонтеры Народного фронта и Дома дружбы народов продолжают формировать гуманитарную помощь для военнослужащих. Работать с личным составом и повысить дисциплину правоохранителей. Начальник главка Самарской полиции Игорь Иванов встретился с активом ветеранского движения и обозначил приоритеты в работе. В Самаре прошел тематический форум «История для будущего», организованный Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства просвещения. Для форума в Самаре, который стал шестым в цикле, избран под заголовок «Информационный фронт», поскольку именно сейчас наиболее остро стоит вопрос информационной безопасности страны и ее граждан. Для гостей и участников форума, среди которых выдающиеся политики, философы, историки, педагоги, деятели искусства и военные корреспонденты, были запланированы несколько панельных дискуссий, пленарные выступления, лекции и творческий вечер. Подробнее в следующем сюжете. Как научиться разоблачать фейки и фильтровать лживую информацию? Какие есть технологические аспекты информационной безопасности и что сегодня может сделать каждый на информационном фронте, чтобы успешно противостоять западному образу современности? Обо всем этом говорили участники пленарного заседания форума «История для будущего». Почетные гости, среди которых губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, военный эксперт Михаил Ануфренко, писатель Дмитрий Пучков и другие, дискутировали про информационное противостояние агрессии извне и о работе по патриотическому воспитанию. По словам губернатора, меняющееся время и новые угрозы диктуют и новые подходы, методы и даже язык общения. Я уверен, что форум даст очень мощный импульс на самом деле организации настоящего информационного фронта. Сегодня в отношении нашей страны, в отношении нашей истории совершенно точно ведется настоящая информационная война. И мы должны объединиться, мы должны каждый внести свою лепту, чтобы и в этой войне победить. Также участники пленарного заседания отвечали на вопросы из зала, в котором собралось много школьников и студентов. Молодые люди задавали вопросы и сами активно участвовали в обсуждении. «Молодым людям четко доносится информация, как отличить фейки от нефейков. В наше время это достаточно очень важно и очень значимо. Надо именно знать историю, чтобы не повторить ошибки Погношевого и точно знать, что с опорной на историю нужно идти вперед». Организаторами форума выступило военно-историческое общество при поддержке Министерства просвещения России в рамках нацпроекта «Образование». Цикл «История для будущего» задуман как статусная экспертная площадка для обмена мнениями по проблемам информационной безопасности, формирования устойчивых патриотических моделей реакций на информационное давление стран Запада и поддержка критически мыслящей молодежи в ее стремлении к правде в информационном пространстве. «Этот форум нужен. Этот форум крайне своевремен. Я очень надеюсь, что он и в дальнейшем будет проходить в других городах, в нашем городе, но и будут создаваться подобные площадки». Открылся форум с выступления российского блогера и публициста Дмитрия Пучкова. Он пообщался с аудиторией на тему возросшего количества недостоверной информации в интернет-пространстве и о борьбе с ее распространением. «С моей точки зрения это должно быть поставлено на поток. Вот поступил некий, так сказать, вброс, и все возбудились, завыли, захрипели, забились в истерике. Он именно для этого и предназначен. Ну так надо немедленно пояснить, что такое на самом деле. Это нельзя оставлять без внимания». После обеда гости могли познакомиться с работой трех секций. На одной обсуждали сопоставление реальности и виртуальности. На площадке «Традиция и современность» обсуждали, как массовая культура транслирует различные образы во всех форматах, какие модели и образцы предлагает и что нужно сделать, чтобы не поддаться этому влиянию. А на лекции «Современная против настоящего» культуролог Алексей Чедаев рассуждал о том, что такое современность и почему информационные технологии стали оружием. «В информационном пространстве, в информационном потоке люди обсуждают новости и вырабатывают свое к ним отношение. Но то, насколько это получается, побеждать в этих информационных битвах, зависит от того, насколько у тебя прочная и устойчивая картина мира, система ценностей». Встреча в Самаре стала уже шестой в рамках форума «История для будущего». В течение года конференции прошли в Калининграде и Екатеринбурге и были посвящены различной тематике. Образы Петра I и Александра Невского, последние месяцы СССР и новый взгляд на будущее страны. Завершится цикл в Москве 22 ноября и будет приурочен к столетию образования Советского Союза. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. Общественные организации региона, предприниматели и волонтеры сплотились, чтобы помочь российским военнослужащим и жителям новых территорий. На границу отправили восьмую по счету машину с гуманитарным грузом. Такая посильная помощь поможет людям не только пережить зимние холода, но и оставаться в тонусе. Обо всех деталях в нашем сюжете. Медикаменты, теплые одеяла, чтобы согреться зимними вечерами, консервы, шоколад и другие сладости длительного хранения. Восьмая по счету машина с гуманитарным грузом отправилась к границам новых субъектов России. Акция «Все для победы» проходит в Самарской области уже пятый месяц. И за это время общественные организации, предприниматели и волонтеры собрали колоссальный объем помощи не только для военнослужащих, но и для людей, проживающих в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Мы, самарские жители, предприниматели, национальные центры, люди, которые представляют высшие учебные заведения, и просто неравнодушные граждане, сказали и сделали. И мы в несколько минут собрали вот этот замечательный подарок людям, которые сегодня в этом очень нуждаются. Собирать и готовить к отправке гуманитарный груз общественникам и волонтерам помогали сотрудники Дома Дружбы Народов. «Все национально-культурные объединения Самарской области, ветеранские организации Самарской области подключились по сбору гуманитарной помощи как для вынужденных переселенцев, размещенных в пунктах временного проживания, так и людей, которые находятся там, непосредственно в Донецкой, Луганской, Запорожской области, в Херсонской областях. Ну и, конечно же, собирают гуманитарную помощь непосредственно участникам специальной военной операции». Помимо такой масштабной поддержки, помогать можно адресно на постоянной основе. «Это вообще не первая такая акция. Мы работаем на постоянной основе, на Волжском проспекте 19 мы принимаем гуманитарную помощь». За пять месяцев акции «Все для победы» волонтеры по всей России собрали более трех миллиардов рублей для закупок на нужды армии и вынужденных переселенцев. Сбор средств продолжается и сейчас. В рамках акции «163 рубля для победы» можно перевести любую сумму. Ознакомиться с правилами проведения можно на региональном сайте организации «Народный фронт». На этой неделе синоптики хоть и не прогнозируют заморозков, в ночные часы и днем довольно прохладно. Температура варьируется от 4 до 7 градусов с плюсом. Чтобы перевозки общественным транспортом были комфортными, с учетом погодных условий и обращений пассажиров, на профильных предприятиях сейчас одним из важных видов деятельности является завершение пуска отопительных систем и постоянный контроль за бесперебойностью их работы. Тема продолжит Сергей Кизоркин. Самарцы проводят в общественном транспорте примерно пару часов в день и ездить хотят с комфортом и летом, и зимой. Если в теплое время года в салонах работают кондиционеры или можно открыть форточку, то зимой спасают печки или тены. До сильных морозов еще далеко. Тем не менее, горожане уже сейчас оценили температурный режим в троллейбусах, трамваях и автобусах. В автобусе я ехал сюда в 47-м, все было хорошо. Тепло в первом вагоне. Во втором по-разному. В автобусе всегда тепло. Чтобы у пассажиров не было нареканий, осенью и зимой ТТУ и автобусный парк заранее готовят подвижной состав к работе в холодное время года. Так в ТТУ в конце прошлой весны, начале лета, началась закупка новых тенов, уплотнителей для дверей, проводов, предохранителей, крепежных деталей. Проводились до этого подготовительные работы, проверялись системы отопительные, проверялись, чтобы все там механические элементы, заслонки, чтобы все было работало, чтобы тепло поступало в салон. Это касается и трамваев, и автобусов, и троллейбусов. От ремонтированной радиаторы установлены дополнительные высоковольтные предохранители, обновлены тены для подогрева воздуха в салоне и нагревания стекол, чтобы не запотевали. Выполнены необходимые настройки оборудования и другие регламентные работы. Включается боковое отопление салонное, а также включается в кабине водителя, включается колорифер, включается через дополнительное подключение предохранителей. Также подключаются дополнительные пушки через контактеры. Контролирует подготовку общественного транспорта к зиме профильный департамент. ТТУ и автопарк провели работу в штатном режиме. Новые 22 троллейбуса «Адмирал», закупленные в прошлом году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», тоже выезжают на маршрут во всеоружии. Начиная с сегодняшнего дня и до плюсовой температуры весной регулярно будет организован контроль. Впрочем, пассажиры сами могут сигнализировать о недочетах работы на телефон горячей линии или в соцсетях. С пуском отопительных систем расходы у ТТУ на электричество увеличиваются почти в два раза. Тем не менее, цена проезда остается прежней, и денег хватает на все технические обслуживания и переналадки к отопительному сезону. Заметим, старые вагоны разогреваются дольше, чем современный транспорт, которые оснащены не только ТЭНами, но и модернизированными системами отопления. Поэтому в вагонах ТАТР Т-3 комфортной температуры устанавливается минимум за 15 минут. Нового поколения в три раза быстрее. Современные трамваи, они не подразумевают под собой каких-то дополнительных работ. Там стоят печки, включил, рычажок повернул, переключатель, они заработали. То ТАТР Т-3 предоставляет собой в том числе ряд и механических работ. Поэтому работы там ведутся, весь новый подвижной состав уже ездит с отоплением, в частности троллейбусы. Адмирал от АТА Т-3 до конца недели в полном объеме будет включено. Ежедневно пассажиров перевозят более тысячи единиц общественного транспорта, как муниципального, так и коммерческого, наземного и метро. В частности, порядка 400 автобусов переоборудовали к зиме еще в октябре. Установили новые зимние колеса, уплотнители и аккумуляторы. Тестировать систему отопления начали еще несколько недель назад, утром и вечером, когда прохладно, по просьбам пассажиров. Как и рассказали в транспортном предприятии, если в рейсе отопительная система сломается, автобус сразу отправит в ремонт и на следующий день он уже в исправном состоянии выйдет на линию. Забота о здоровье пассажиров продолжится и впредь. Внутри салон обрабатывается специальным средством, чтобы избежать вирусных заболеваний. В салонах установлены рециркуляторы воздуха. Основные правила, которые мы напоминаем нашему водителю, чтобы недолго стояли на остановке с открытыми дверями. Если даже они видят, что пассажир где-то там бежит и просит жестами, что подождите, он закрывает дверь, ожидает пассажира и потом уже открывает вновь. На линию общественный транспорт выходит уже с теплыми салонами. Так что первые пассажиры до места назначения доберутся с комфортом, обещают самарские транспортники. Что же касается метрополитена, то теплом обеспечены все станции и тоннели. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Удобные и просторные кабинеты, рекреации, лифты и все необходимое оборудование для комфорта пациентов и медицинских специалистов. В микрорайоне Волгарь активно возводят новую поликлинику. На каком этапе строительство находится сейчас, проверили депутаты Самарской губернской думы от фракции «Единая Россия». Парламентарии осмотрели помещение будущего лечебного учреждения и оценили, какими темпами в Самаре реализуется национальный проект здравоохранения. О всех деталях расскажу в сюжете. В микрорайоне Волгарь проживает около 30 тысяч самарсов, поэтому вместе с жилой застройкой необходимо разбивать и инфраструктуру. Раньше в жилом массиве не хватало медицинских учреждений, но уже в следующем году ситуация кардинально изменится. В Волгаре достраивают поликлинику, рассчитанную как минимум на 700 посещений в смену. При работе уже с бюджетом, который нам внесли, мы смотрим, в первую очередь, на эти объекты. Обеспечены они средствами, которые необходимы для завершения. И мы понимаем, что этот объект, который будет служить долгие годы, рассчитан не только на 30 тысяч проживающих, которые сегодня уже вмещают все микрорайоны, но и на до 100 тысяч рассчитанных. Сейчас жители Волгаря обращаются за медпомощью в разные лечебные учреждения, но с открытием поликлиники все специалисты сосредоточатся в одном месте. Появится отделение как для взрослых, так и для детей. Особое внимание в новом здании уделят отделению реабилитации. Важно не только человек вылечить, но еще и реабилитировать, вернуть его в строй, чтобы он забыл про то, что он болел. Вот это очень важно. И здесь это предусмотрено. Здесь уже запланировано целое отделение реабилитации и для взрослых, и для детей. Готовность объекта сейчас оценивают в 60%. Уже к концу следующего года лечебное учреждение будет готово принять первых пациентов. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, События. Работать с личным составом и наладить дисциплину правоохранителей. Такие приоритеты обозначил начальник областного главка полиции Игорь Иванов на встрече с активом ветеранского движения МВД России. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Самарская полиция на хорошем счету гарнизон по многим показателям занимает высокие места в российском рейтинге Министерства внутренних дел. Однако есть вопросы рабочего порядка, которые нужно спокойно решать. В том числе надо подтянуть дисциплину. Об этом начальник областного главка полиции Игорь Иванов рассказал на встрече с общественной организацией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Сейчас режим внесения службы действительно меняется. И вот моя задача немножко встряхнуть в хорошем смысле личный состав в плане дисциплины и нормальной готовности. В хорошем смысле полицейской. Чтобы элементарные вещи, когда вы работали, помните, да, в режиме ЧС, чего, подъем по тревоге. То есть элементарная дисциплина. Определенный набор при задержании, четко, жесткая работа по перехвату, а не вальяжно. Напомним, генерал-лейтенант Игорь Иванов возглавил самарскую полицию в октябре этого года. До того занимал аналогичный пост в Кемеровской области. Глава ведомства ранее встретился с самарскими журналистами и рассказал, что будет делать ставку на открытое общение. Активу ветеранского движения МВД Игорь Иванов пообещал все возникающие вопросы решать сообща. Понимая, в какой регион я приехал, непростой регион, со своими традициями, со своим очень богатым историческим прошлым, в том числе это касается и полицейской ситуации, и милицейской ситуации, я с уважением отношусь к традициям. Еще раз говорю, понимаю, что такое 99-й год февраль для самарской полиции, для всех жителей. Посмотрим еще раз ситуацию по детям, по родственникам погибших, места захоронения. Все, которые традиции вызывают уважение, они будут продолжены, даже не сомневайтесь. Конечно, мы посмотрим, в каких условиях находятся ветераны по территориям, где можно помочь ветеранским организациям. Ветераны обратились к начальнику областного главка полиции с инициативой о проведении совместной работы по профилактике кибермошенничества среди населения. Игорь Иванов заверил, что будет обязательно реагировать на все возникающие вопросы. В завершение встречи председатель Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, генерал-лейтенант милиции в отставке Владимир Глухов, вручил Игорю Иванову в подарок книги об истории Самарской области. Светлана Кудрявцева, события. Далее, коротко о других темах этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министерство обороны России поддержало введение начальной военной подготовки в школах и профсех училищах. Об этом сообщил замминистра обороны Валерий Герасимов. В новый предмет необходимо преподавать в течение последующих двух лет обучения, а также выделить на него не менее 140 часов. В случае нехватки кадров предлагается набирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритеты военнослужащим, участникам боевых действий. В Самарской области водитель сбил косулю. Дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло гибель животного, произошло в Челновершинском районе. Водитель с места ДТП скрылся. Погибшую косулю погрузил в свой автомобиль уже другой автовладелец и увез в неизвестном направлении. Сотрудники полиции уже установили личности обоих водителей. Составлен протокол об административном правонарушении. По результатам, проведенной органами дознания проверки в отношении второго водителя, допустившего незаконную транспортировку и разделку животного, будет составлен протокол за нарушение правил охоты. Сегодня, 8 ноября, над регионом состоится кровавое лунное затмение. Это завершающий день коридора затмений, за которым наблюдает вся страна с 25 октября. Кровавым оно называется потому, что цвет луны во время полной фазы затмения может меняться от темно-красного до оранжевого или от коричневого до темно-серого. Луна начнет входить в земную тень в 13.09 по местному времени. Полное затмение начнется в 13.17 и продлится до 14.42. В 15.49 луна выйдет из тени Земли. Футболисты Крыльев-Советов Александр Коваленко, Артем Соколов и Владислав Шитов получили приглашение в молодежную сборную России. Об этом сообщили в пресс-службе Волжского футбольного клуба. Национальная команда собирается в Москве 13 ноября, после чего отправится в Белград. Там у россиян запланирована одна игра. Соперник станет известен позже. Поделились в пресс-службе. Ранее в сборную России вызвали Сергея Пеняева и Александра Солдатенкова. В Ленинском районе Самары наградили победителей муниципального этапа областной акции «Народное призвание». В торжественной церемонии приняли участие руководство района, депутаты и горожане, которые голосовали за выбранных номинантов. Финальный этап акции будет проходить до 10 декабря. Подробности у нашего корреспондента Светланы Тимофеевой. Галина Шахова хорошо известна в Ленинском районе Самары. Дочь погибшего в годы Великой Отечественной солдата более 10 лет реализует свой проект «Война глазами правнуков и праправнуков». В этом году ученикам младших классов женщина раскрывает тему детства, которое навсегда украла война. Сегодня Галину Шахову признали победительницей муниципального этапа областного конкурса «Народное признание» в номинации «Памяти слава». Я в этом проекте сплела детство людей, которые в 1941-1945 году были в военное время, и детей Донбасса, которые сейчас находятся под отстрелами, под бомбежками, которые тоже испытывают страшное время по поводу того, что вот сейчас творится в мире. Я считаю, что это важно, потому что дети должны обязательно знать, что Родина их – герой, а народ ее – герой-победитель. В этом году в Ленинском районе областного центра на участие в акции «Народное признание» было подано 13 заявок. Победителями стали 6 человек. Все они получили награды от главы района и депутатов. Это действительно уже ставшая истинно народная акция, и благодаря ей мы узнаем о замечательных людях, жителях нашего Ленинского района, которые инициируют и притворяют в жизнь замечательные социальные проекты для людей. В этом году акция имеет патриотическую направленность. Об этом говорят номинации, в которых выбирали победителей. Память и слава, признание и уважение. Мы вместе – наследники победителей. Они реально делают очень хорошее дело. Они занимаются очень важными, считаю, вопросами. И то, что они себя проявили, наша задача, конечно, ответить. Пожелать им успеха на втором этапе, потому что в первый этап они пошли с успехом. И мы надеемся, что так же они пройдут и второй этап. Мы за них будем болеть и все переживать. Акция «Народное признание» в Самарской области проводится 15-й год подряд. Жители региона выбирают самых достойных своих земляков. Финальный этап будет проходить до 10 декабря. Светлана Тимофеева, Максим Гузев. События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Рецепт лучшей смеси о лабораторных испытаниях, родине щебне и о физических свойствах асфальтобетона, которые используют при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказывает телеграм-канал городской администрации «Весть из Дворянской». Использование новых смесей и приверженность вновь усовершенствованным стандартам неизбежно ведет к изменению регламента испытаний в лаборатории. Три важнейших критерия при проведении испытаний – это содержание воздушных пустот, зерновой состав смеси, а также колеи образования. Так прекрасно зарекомендовала себя в использовании «ЩМА-16». Ее на дорогах местного значения Самары начали применять в прошлом году. Рецепт этой смеси только на словах – прост. Щебень, мастика, стабилизирующая добавка и самое важное – полимерно-битумное вяжище. На сайте Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары размещено положение о проведении регионального фестиваля инклюзивного творчества «Комби-арт-2022» и заявка для участия. Об этом сообщает телеграм-канал Департамента. Цель фестиваля – физическая, эмоциональная, психологическая реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья через раскрытие их творческих способностей путем инклюзивного взаимодействия. В программе фестиваля предусмотрены обучающие мастер-классы, соревнования и отчетный концерт. Принять участие могут коллективы, дети и взрослые от 10 до 50 лет как с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, так и без. Для участия в фестивале необходимо представить заявку-анкету до 25 ноября на электронную почту. В рамках программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 и 2025 годы по общественному проекту «Футбольный двор» в этом году выполнено обустройство футбольного поля мягким покрытием во дворе домов номер 6, 8, 10 и 12 по улице Аменева, информирует телеграм-канал администрации промышленного района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следите за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова